Приветствую уважаемых гостей и подписчиков нашего канала. В этом видео самый правильный вор в законе Тарьел Качарава. Тарас. Тарьел Качарава с детства имел возможность наблюдать за жизнью воров в законе. Он родился в 1963 году в абхазском селе Варче. Откуда родом были такие влиятельные законники, как Боря Апакела, Нодар Спило, Коко Кокохия? Эти люди были в фаворите у молодого поколения. На них старалась равняться молодежь, которую влекла уголовная романтика. Недаром новое поколение стало превозносить воровские порядки и заниматься преступлениями. В основном это были кражи. Из этих же мест родом и влиятельные лидеры сухумского воровского клана Мераб Джангвиладзе и Иракли Каличава. Возможно, именно соседство со старыми ворами в законе оставило свой отпечаток на судьбе будущих авторитетов. Тарел Качарава подражал жизни воров. В итоге в 18 лет попал на зону. Говорят, что он готов был к тюрьме, зная наперед, что именно там можно показать себя и выдвинуться в лидеры. Так и получилось. За заслуги перед воровским миром его короновали во время отбывания этого срока такие законники, как Роберт Каландадзе, Паша Стражник, Тарел Микава Киме, Гиви Парцхаладзе Дудука и Антимас Кухилава. Во время коронации Тарел Качарава получил прозвище Тарас, хотя некоторые стали называть его Тарел Сухумский. Выйдя на свободу, Тарас отправился в Россию, где осели многие его соплеменники. В те годы еще не промышляли вымогательствами, старались заниматься исключительно воровским ремеслом, кражами. На ней в очередной раз и попался Качарава в городе Куйбышев, что сейчас Самара. Законника осудили и отправили отбывать наказание в местную колонию в Балашеве, которая не пользовалась большим успехом у воров. Здесь пытались сломать их, заставляя отречься от воровского. В то время здесь находился вор в законе Лаша Шушанашвили, также сдерживающий попытки дискредитации. Для Тараса же испытания начались сразу по приезду. Молодого законника определяли несколько раз в карцер, сажали в одиночку, где не давали спать. В общем, система ломки работала настолько четко, что Тарасу пришлось даже сделать заточку и с ней напасть на сотрудника тюрьмы. Неизвестно, как бы в дальнейшем это сыграло роль в судьбе Тариэла, если бы за него не вступился старший брат, тоже вор в законе, Константин Кочарава по прозвищу Кот. У него были обширные связи как в России, так и в Грузии. С помощью этих связей и пачек наличных денег коту удалось добиться перевода Тараса из Балашева в грузинскую тюрьму, где он спокойно досидел свой срок. После выхода на свободу Тарас совместно с братом поставил воровство на поток. Говорят, доходы от этой деятельности были так высоки, что братья грели с них колонии, а однажды отправили из Москвы два самолета с продуктами в Грузию, где в результате грузино-абхазского конфликта население голодало. Расцветка оперативного движения Тарел Кочарава встретил в Москве, где принялся вместе с подельниками заниматься вымогательством денег у кооператоров. На этой почве у него состоялось несколько разборок как с бандами беспредельщиков, так и с коллегами по цеху. Однако Тарас так до конца и не принял новые правила игры, сетуя, что воры не должны заниматься крышеванием бизнеса. Поэтому он сам отказался от своего воровского титула, разочаровавшись в современной воровской идее. Тарас старался жить по старым понятиям, а там такого определения как рэкет не было никогда. Оставив другим уже наработанные точки, Тарас стал вновь заниматься старым ремеслом. Он воровал, а деньги, как и положено, отдавал на общее. Конечно, это были копейки по сравнению с вливаниями тех, кто занимался рэкетом. Но Тараса это устраивало. Что касается его старшего брата Константина Кочаравы, он был убит в ходе криминальной войны с Бескудниковской ОПГ. Несмотря на то, что Кочарава больше не являлся вором в законе, его слово было весомее некоторых действующих законников. Жизнь вораби Серебренника уважали многие. Даже когда он получил свой последний в жизни срок, провел его в Омской колонии, также славящейся своим нетерпением к воровским авторитетам, то отбыл его, как отрицало, не подчиняющийся правилам администрации. В дальнейшем Кочарава уже не попадал в сводки оперативников. Он полностью отошел от дел, так как заимел целый букет хронических заболеваний. Находясь в свое время в местах заключения. Говорят, чтобы снять боли, бывший вор принимал наркотики. 7 августа 2018 года Тарьел Кочарава скончался в Москве вследствие внутреннего кровотечения. Уважаемого в преступных кругах Тараса отпели в храме святого Георгия Победоносца в Грузии. К концу жизни Тарас выглядел гораздо старше своих 55 лет и мог едва передвигаться без посторонней помощи. Тарьел Кочарава обрел упокоение на Долгопрудненском кладбище рядом с могилой старшего брата, не менее авторитетного в уголовной среде Константина, убитого в 1993 году в криминальных разборках с Бескудниковской ОПГ. В начале 90-х кот, как его называли свои, помогал закрепиться в Москве таким авторитетным абхазским ворам, как Чиж, Амиран Рыжий, Тенгиз Кучуберия и многим другим. Гроб с телом покойного стоял здесь два дня. Не сколотив состояние, Тарьел Кочарава оставил о себе добрую память, как человек, не разменявший свою честь на дензнаки. И все это время сюда прибывали люди, чтобы проститься с усопшим. Среди законников, приехавших отдать дань Тарьелу, были такие влиятельные воры, как Шишкан и Петрик. А это был канал о жизни по жизни. Всем добра и удачи. Увидимся в следующих выпусках. Субтитры сделал DimaTorzok